Привет, дорогой зритель! С вами Луганцев Александр. В сегодняшнем видео я расскажу, как можно старое пластиковое ведро с вот такой сломанной ручкой починить. Нам понадобится металлическая из толстой проволоки, от другого ведра ручка сама и крепеж, чтобы это все зафиксировать в этом пластиковом ведре. Я использовал вот такие мебельные подвесы, как всегда они выручают. Весь подвес, он бы мешался, поэтому я отпилил от него только нужную мне часть в виде вот такой замочной скважины. Отпилил ножовкой по металлу, зажав в тисках. Половинки этим могут еще куда-то пригодиться, а верхняя часть пошла для ведра. Края я аккуратно сточил напильником, чтобы они не были острыми. Ведро вполне мощное получилось, не уступает тому, что было. Наконец-таки, как бы я за это взялся, после поломки ручки была эта задумочка. Ну, не выходили руки сделать. То есть, понадобятся вот такие подвесы, болт восьмерка, длина и гайка восьмерка. Вот я отпилил вот эту часть. Так, сейчас я ее вытащу. Вот она. И обточил края. Вставляем вот так сюда. Самое сложное, наверное, в этой всей операции, это было снять вот эту ручку со старого ведра. Я пассатижами с большим усилием разогнул, вбок просто выдавил, а потом в тиски зажал и обратно в нужное положение загнул эту проволоку. Итак, короткого болтика у меня не было 10 мм длиной. Я взял 15 и подложил две шайбочки. Кстати, их можно подложить вот сюда. Теперь вот так натягиваю. Вставляю болтик. Подкладываю гайку с той стороны. Сейчас вот так выдавил. Попасть в резьбу. Ну и все. Там можно рукой, можно потом дотянуть. Ключиком будет. Ну вот, когда уже все детали собраны, подготовлены, собрать такое ведро можно за пару минут. Такую ручку. Вернее... Сейчас подтяну. Все. Ну, в общем, я показал, что нужно и как закрепить. Теперь можно пользоваться и еще прослужит вам ваше ведерко. Если у вас такая же конструкция, то вам повезло все это в строительном магазине. Болты, гайки, подвесы в мебельном магазине. И где-то найти вот такую ручку. И будет вам счастье. Всем спасибо за просмотр. Удачных вам ремонтов. Пока-пока.